слава богу мир всем дорогие друзья шалом благоставляю всех в этом таком вечернем эфире прямом перед собором окончания субботнего дня шабата предсоборного нашего и уже такой подготовки к собору непосредственно вот сегодня у нас вечер 18 18 августа 2018 год вот и на 19 августа воскресенье в этом году намечен наш собор реформаторский православный обновленческий собор вот очень важное событие и для меня лично как для христианина как для православного христианина как для реформатора обновленца вот и в целом я считаю это очень важное событие для нашего братства евангельского православного братства и молюсь сейчас этим вечером о предстоящем соборе вот уже с 9 утра начало будет и служение и заседаний вот я даже не знаю сколько будет людей но сколько не пришло бы людей 5 человек 50 5000 не важно сколько будет даже людей хотя конечно важно чтобы было достаточное количество именно любящих господа жаждущих господа людей хотя бы даже двое или трое если собраны во имя его именно во имя господа то действительно а собор уже состоялся вот и но с помощью интернета с помощью записей вот планируя оповещение самых широких масс как говорится трудящихся и нашего братства реформаторской православной церкви христа спасителя нашей киевской архиепископии и вообще всех православных разных канонических неканонических там второканонических и неважно каких протестантских православных католических разных очень христианских течений оповещение это очень важное дело и считаю век информатики в конце концов и вообще бог нам дал интернет бог нам дал уникальную возможность приходить вот таким образом через эти трансляции записи к миллионам и миллионам наших соотечественников слава богу это очень важно вот пусть бог благословит этот собор темой является преображение вот сегодня вечером уже начало этого праздника преображения в православной нашей традиции церковной это в общем-то скажу взяты взята традиция еще с библейского иудаизма до с библейских времен далеких почему потому что там говорится и был вечер и было утро день такой-то допустим в данном случае будет уже сегодня вечер субботы значит получается вечер и утро уже будет первого дня недели неделя это воскресенье в русском языке называется воскресенье этот день вот и это очень важный такой день акт творения первый день творения божьего аллилуйя спасибо богу за все спасибо господу за милостивую благодать аллилуйя и вот в традиции церковный календарный 19 августа начинается праздник преображения накануне 18 число это праздник предпразднество называется преображение вот а само 19 число уже преображение и вот целую неделю праздник будет продолжаться как именно размышления о теме преображение господнего преображение жизни верующего человека преображение наших семей общин церквей конфессий динаминаций и преображение всего тела господа нашего иисуса христа всей церкви в купе преображение господне это огромная тема я с превеликим удовольствием собираюсь поделиться словом божьим завтра как раз зачитывая о преображении ну вот как написано там конце 16 главы матфея и собственно 17 глава как раз начинается этим чудом преображение вот можно вспомнить конечно преображение которое было и ветхозаветные времена моисея пророка да который был там на горе и он преобразился он даже сам не понимал насколько это все серьезно было потому что когда он сошел с горы то люди видели его ослепительным они ну одним словом даже плат платок на него поместили чтобы действительно чтобы не сиял так он ярко сильно вот и благодарение богу всемогущему что сегодня мы вот размышляем на тему преображения и не только преображение господа нашего иисуса христа не только преображение моисея и вообще преображение вот там людей описано в библии многих их вот это преображение от славы в славу господню но и наше преображение сегодня сейчас преображение каждого верующего и благодарение богу всемогущему мы взираем как в зеркало взираем на славу божью читая слово божье перечитывая библию святую перечитывая священное писание да вот размышляя молясь общаясь с богом пребывая в его святом присутствии совершая хлебопреломления таинства есть сейчас новым вечером собираюсь планыть планыть хлеб вот совершить причастие акт хлебопреломления евхаристии божественной аллилуйя спасибо тебе господь благодарение богу всемогущему благодарение богу аллилуйя аллилуйя аминь спасибо господи за этот прекрасный день и спасибо господи за преображение вот эту тему благодарю тебя господь и в народе обычно вот называют эти праздники спасами спаси да вот медовый спас ореховый там яблочный спас вот ныне да но это все как праздники благодарения праздники воспаления господа благодарность ему за урожай плодов земных вот у меня есть мед у меня настоящий медовый спас получился благословили меня медом свежим вот значит и это замечательно очень люблю мед я, вот, яблоки у меня есть, завтра еще возьму, куплю яблок, вот, разный хочу купить яблок, вот, яблоки с медом, это как и напоминание орошка шана, который будет, вот, да, вот, голова года, мы говорим, праздник новолетия, о создании мира, если отсчитывать, да, уже вот на днях, как говорится, да, уже в начале сентября будем встречать 5779 год о сотворении мира, если считать, да, вот так вот, вот, и, конечно, тема эта, она прекрасна, тема эта возвышена, тема эта восхитительна, вот, благодарение Богу всемогущему, Аллилуйя, спасибо тебе Господь, благословляю всех вас, братья и сестры, завтра утром подключайтесь, кто имеет возможность такую, в 6 утра подключайтесь на молитву утреннюю, на хлебополомление, совершим вместе общим таким общим действием, общим деянием нашим, слава Богу. Ну и кто будет в Киеве завтра, кто имеет возможность такую, то к 9 утра приезжайте на Кловскую, станцию метро Кловская, улица Леонида, 1-го майского, 6, собственно, там, где и будет проходить наш собор. Вот, пусть Бог благословит вас. Кто не сможет быть в Киеве на соборе, то лично, телом, да, то духом присутствуйте, мы в молитве, молитесь, пожалуйста, хорошо, своих святых молитвах вспоминаете и меня, вот, и наш собор, наших братьев, сестер, слава Господу, священнослужителей всех, братьев, сестер, во имя Иисуса Христа благословляю. Аллилуйя. И вас всех благословляю, дорогие друзья, во имя Господа Иисуса. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. О, Аллилуйя. И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Слава Господу Христу. Благословляю всех вас во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя.